Друзья, продолжаем совершать прогулки по городу Витгорш в Польше. Тут вся история Польши. От крестонавцев до Второй мировой войны. Крестонавцы на этих надписах. Вторая мировая война. Ага, в 1939-м началась. Ага. Да, да. А потом борьба с коммунизмом. В 1936-м, как говорили. В 1935-м началась от Сталинского. Да, да, да. Протесты. А потом уже Вауэнса. Протесты против социализма. Вот это до 80-го, да? Да, а «Солидарность». Да, да, да. В 1989-м уже развал. Уже свободная Польша. Свободная Польша, так. А здесь? Это восстание против русских. Листопадовый, в 1831-м. А потом стычниовое. Повстание против русских. Ага. В Еврусс тоже там этот час участвовал в этом. Первая мировая война. Да, да. В Великопольске. Тут этот район Бетгош-Познань. Ага. И в 20-м году генерал Фош. Освободил. Освободил. И Бетгош свободная. Опять Фош. Французский генерал, да, освободил? Да, французский. Ага. А это с крестоносцами тоже. И войны с шведами, смотри. Это 330-е. Это же эти еще. Крестоносцы. Крестоносцы, да? Да. Это не позже крестоносцы? Это крестоносцы. В 1600, нет? Ага. Это все крестоносцы. Только много битов с ними. А, понял. А потом были шведские, польско-шведские войны. Ага. Видишь? Войны польско-шведские. Да, да, да. Вот это 655-е начало. Да, да. Ага. В Варшаве то, что вот эта стена строилась, такая главная, красная, это вот против этого, да? Да. Защита от шведов, да? Да. Точно, точно. Такая вот, друзья, тут история. А тут день свободы Бетгош-Познань. Это день свободы, да? Да, в этом месте. Ага. И тут, я крайне не знаю, это певсоцкий или нет, но трудно мне сказать, но певсоцкий тут было. Да, в 20-м году. Только один день, одну ночь. Да, вот такой монумент. Это палатиня, палатиня. Палатиня написано. Монумент в городе Бетгош в Польше. Пошли. Смотрите «Анзор ТВ», двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова